пирожное жербо это сплав изысканной французской кондитерской школы и богатство венгерской народной выпечки этому выдающемуся произведению кондитерского искусства уже около 130 лет по внешнему виду этого пирожного ни за что не догадаешься что она в буквальном смысле тает во рту настолько она нежная этот рецепт я взяла у замечательного кулинара и историка кулинарии мари-энн бойерман на мой взгляд он наиболее соответствует исторической версии первым делом нарезаем курагу чем мельче тем лучше курагу мы будем замачивать в алкоголе традиционно венгерской кухне используется паленка это национальной фруктовой бренди но за неимение можно использовать обычной бренди коньяк или темный ром у меня это недорогой грузинский бренди слегка перемешиваем отставляем пока в сторону и переходим к песочно дрожжевому тесту она не совсем обычная чуть позже объясню в чем его особенности все ингредиенты для теста обязательно комнатной температуры за исключением сливочного масла оно должно быть холодное муку с маслом измельчаем до получения вот такой крошки в миксере это буквально минуту на первой скорости или минимальной скорости руками конечно чуть дольше добавляем сахарную пудру сухие дрожжи и цедру одного лимона мешаем около 10 секунд на минимальной скорости миксера одно среднее яйцо и один желток смешиваем с бренди добавляем в мучную смесь и еще раз включаем миксер на 10 секунд если тесто имеет вот такую консистенцию или чуть гуще добавляем не больше 100 миллилитров теплого молока я добавила примерно 50 мешаем 10 секунд на этом этапе должно получиться липкое жидковатое и недостаточно вымешанное песочное тесто присыпаем стол мукой и домешиваем на столе возвращаясь к необычности теста вы наверное уже обратили внимание что здесь используются дрожжи и алкоголь это редкое сочетание в современных видах песочного теста но у нас рецепт аж позапрошлого века когда никаких пакетиков с разрыхлителем вообще еще в помине не было и тесто разрыхляли с помощью других ингредиентов в данном случае это дрожжи и крепкий алкоголь ни то ни другое в готовом пирожном абсолютно не ощущается можете не беспокоиться готовое тесто должно быть очень мягким пластичным и слегка липнуть к столу и к рукам пирожное жирбу бывает трехслойным и четырехслойным я предпочитаю 4 чтобы коржи были одинаковой толщины проверяем вес каждого на весах прежде чем раскатывать коржи подготовим начинку курага у нас почти готова теперь делаем ореховую смесь грецкие орехи вместе с сахаром измельчаем до получения однородной крошки примерно вот такая консистенция должна получиться данное количество ингредиентов рассчитано на пирог размером примерно 20 на 30 сантиметров чтобы не испачкать противень я застилаю его со всех сторон бумагой для выпечки переходим к раскатке коржей обязательно присыпаем мукой стол и само тесто иначе будет липнуть кстати в венгрии из подобного теста делают не только пирожное жирбо но и рогалики и даже традиционные рождественские рулеты тесто в работе очень приятное податливое хорошо раскатывается в тонкий пласт и при этом не рвется и без проблем переносится на противень с очень точной раскаткой не заморачиваюсь там где лишнее обрезаю там где не хватает наставляю переходим к начинке традиционно используется абрикосовый джем или повитло впрочем есть варианты с яблочным сливовым вишневым в общем с любым на слой джема сыпем ореховую смесь грецкие орехи можно заменить миндалем получите марципановые нотки в пирожном но классическая версия это все-таки грецкие орехи теперь курага я делала из курагой и без кураги и так и так пирожные восхитительные курагу можно заменить на мелко нарезанный чернослив или изюм или вообще обойтись без этого слоя оставить только джем и ореховую смесь выкладываем следующий корж и слегка приминаем его повторяем весь процесс с начинкой также поступаем с третьим коржом верхний четвертый корж смазываем яичным желтком разбавленным небольшим количеством воды и прокалываем хорошенько вилкой наш пирог для выхода пара собранный пирог накрываем пищевой пленкой или салфеткой и оставляем при комнатной температуре минимум на час а лучше на 2-3 выпекаем на 180 градусов цельсия в разогретой духовке в режиме верх-низ 40-50 минут готовность определяем по сухой зубочистки готовому пирогу даем остыть пока он остывает делаем шоколадную глазурь вода сахарная пудра сливочное масло нагреваем до тех пор пока сливочное масло полностью не разойдется выключаем огонь и добавляем темный шоколад мешаем до получения однородной глянцевой массы готовая глазурь достаточно густая выливаем ее на пирог разравниваем при комнатной температуре она застывает где-то за час если убрать в холодильник застынет минут за 20 если хотите декорировать орешками то посыпать лучше еще не застывшую глазурь так как у нас не пирог а пирожные неровные края мы обрезаем а затем нарезаем на порционные кусочки классический вариант маленькие прямоугольнички которые можно дополнительно декорировать орешком или можно нарезать ромбиками как вам больше нравится в первые сутки пирог хрустящий и воздушный в последующие дни он окончательно пропитывается и становится более мягким и еще более нежным жербо отлично хранится без холодильника 3-4 дня а в холодильнике минимум неделю дальше не проверяли не получалось список ингредиентов как всегда в описании под видео а текстовая версия рецепта со всеми нюансами приготовления у нас на сайте ссылка под видео приятного аппетита и до встречи на канале